Руку держим не под углом, а ровно вертикалями и горизонталями меряем наше изображение. Получаются пропорции у нас высоты к ширине примерно как 1 к 1 и 4. Высота 1 на Туре, ширина 1,4. Соотношение было 1,1,4. То есть высота 1, ширина 1 и еще 4 десятых. То есть вот 4 десятых это где-то так. Вот приблизительно. Обозначаем края. Так, что дальше делать? Имея, например, всю ширину, мы можем найти ширину кубика. Каким образом? Замеряем сколько раз вся ширина кубика. После того, как мы набросали, поговорим о построении. Непосредственно сейчас будем говорить о перспективе, как строить кубик. После того, как мы померяли лево-право, вверх-вниз, соответственно позицию ребра ближайшего мы нашли. То есть все, деваться некуда, координаты найдены. Находим вот эти вот углы, точнее. Сейчас перепроверяем. Сюда. И влево. И проводим до линии горизонта. Это наши такие легальные подсказки. Намного хуже видно, если мы сразу же их вытрем. То есть на коротеньких линиях не так хорошо понятно, сходятся у нас или не сходятся все наши горизонтальные направления. Вот эти все четыре сегмента, если поделить вот таким крестиком наш эллипс. Вот раз сегмент, два сегмент, три сегмент, четыре сегмента. Они все разные. Они по размеру все разные. Поэтому нельзя инструментом эллипс или там овал инструментом в фотошопе нарисовать вот такой вот эллипс. У нас получается вот этот сегмент самый длинный растянутый, вот этот короче. Вот этот опять самый длинный из второй половинки дальней, но уже короче, чем вот этот. А этот опять короче. То есть тут длинный напротив длинного, короткий напротив короткого. Но вся ближайшая к нам часть больше, чем вся меньшая часть. Или, например, зачем нужно уметь рисовать, зачем понимать, как вообще строится этот эллипс. Чтобы нарисовать колесо в машине, например. Перчик у нас представляет такую коробочку. То есть вот перелом центральный, ближайший к нам. Плоскость вправо пошла. Плоскость влево пошла. И вот эта вот верхняя крышечка. Затем мы это все дело будем усложнять вот таким вот рельефом. То есть сечение представлять. Верхнюю часть тоже вот так вот мы будем обязательно сечение рисовать, представлять. И в зависимости от этого уже дальше усложнять форму. Такой центральный вот такой вот элемент основной сильно вот загибается. Мы его вот так же, как и цилиндр, вот еще поделим немножко. Вот так вот повернем. То есть ищем, щупаем переломчики, которые ближе к нам находятся. То есть акцент ставим не на щели, вот здесь вот, не на внутренности, а на переломчики. То есть вот и штрихуем по направлению сечения. Следим за эллипсами, чтобы не было рыбок, чтобы не было вот таких вот у нас эллипсов. И чтобы не было прямых линий, ровных линий. То есть не вот так. Так тоже мы не делаем. Дальше рассматриваем из чего состоит у нас этот штырь. Из двух эллипсов. Первый эллипс у нас покажет окончание вот этого более широкого места. Потом у нас начнется уже железный наконечник. То есть сейчас рисуем. Ну, вытягиваем, во-первых. Делаем такое же направление, как и до этого мы рисовали. Вниз у нас тон становится немножко светлее. Вот сюда вниз. Потому что отражение снизу. Потому что снизу у нас рефлекс. Небольшой такой заход вот сюда, темного тона. Вот как раз о чем я говорил ранее. У нас получается темный тон заходит вот по вот этой вот траектории дуги. Вот так. То есть это все нам, как я и говорил, пригодится. И здесь рефлекс, какое-то отражение темное. Оно тоже по траектории сечения. По траектории сечения нашего эллипса. Давайте сделаем выводы. Давайте вот резюмируем. В материальности самое важное, это попасть вот в соотношение, что светлее, что темнее, между бликами и рефлексами. Куда больше всего попадает источник света, это будет вот и являться светом. То есть вот площадочка. Вот здесь вот расположена под прямым углом. Это свет. Форма у нас дальше отворачивается и влево, и вправо, вот в поле стороны. У нас тут будут два полутона. Слева и справа. Потом по мере отворачивания все больше и больше появляется тень. И по краю рефлекс. Это будет так выглядеть. Вот это свет. Влево-вправо отворачивается плоскость. Полутон, полутон. Тень и рефлекс. И теперь мы рассмотрим форму нашего публика, то есть Тора. Это вот такая вот форма округлая. В сечении поперечном она вот такая вот круглая. Сразу я вот рисую такие линии, которые будут показывать переломы форм. И получается, если есть какие-то такие вот объекты, где достаточно нарисовать ребру, то вот в Торе как раз нужно добавлять вот такой сглаживающий штрих по форме. То есть неважно, это будет вот такой вот поперечный, либо же он будет вот так вот идти. То есть это все то же самое. Прежде чем приступим к тону, давайте проговорим основные моменты. Что тут у нас будет с светом, полутоном и тенью. Давайте вот на примере нашего параллелепипеда представим, что свет у нас вот отсюда, сверху. Поэтому вся плоскость справа, правый план, это у нас будет полутон. Вот эти вот все левые плоскости, которые вот так вот отвернулись, это у нас будет тень, учитывая и щель в том числе. А наверху вот здесь вот где-то, на вот этих вот рожках и немножечко вот здесь вот, это будет свет. Также если присмотреться, мы тут еще увидим падающую тенюшку, вот такую небольшую, но вот она у нас должна вот здесь вот быть. Я вот так кладу просто карандашик к основному направлению. И собственно все, можно уже находить вот этот вот градус. И уже будет очень сложно ошибиться. Если у нас нету доступа к натуре, если мы видим только фотографию, что нам надо сделать? Нам нужно найти самую левую, самую правую точку здесь и их соединить. Также нам нужно найти самую левую, самую правую точку здесь, самую левую, самую правую точку здесь и их посоединять. И конечно же обязательно следить за перспективным сокращением, чтобы все уходя влево, то есть назад, пошло в одну единую точку схода, которая расплагается на линии горизонта. И напоминаю, что падающая тень должна быть темнее под предметом, от которого она падает. То есть вот здесь она самая темная, сюда немножко светлее, пледнеет. Ну и здесь то же самое. Самая темная вот здесь вот у нас. Так что там. И да, и вот так вот удаляясь, мы ее рассеем. Часто говорю, что там потихонечку, аккуратненько пристреливаемся. Да потому что если бы сейчас вот ничего не было, не было вот никаких тонов в поддержку этой черной части на ложке, то смотрелось бы просто-напросто дыркой. Тянуло бы на себя внимание. Вот именно важно потихонечку в процессе вот так вот добавлять, добавлять тон, цельно вести работу. У нас получилось передать текстурку стекла, металла. Вот мы сделали выводы. То есть такая программа, скажем так, минимум выполнена.